Медиагруппа Авангард представляет Тема сегодняшнего выступления – это сервисный подход при реагировании на кибергрозы. Если коротко совсем, то, собственно, это предоставление функционала IRP-платформы в сервис, то есть в аренду конечному заказчику. С чем это связано? Хотелось бы раскрыть на самом деле другую сторону взаимодействия между соццентром и заказчиком. На слайде вы видите сводную таблицу информации о том, что есть в цифровой экосистеме заказчика, то есть компании, а также как у него есть персонал. В правом столбце вы видите, какие бывают нюансы в процессе взаимодействия. Я попрошу коллег из соццентров сразу не кидаться в меня тухлыми яйцами и прочими помидорами. На самом деле был практически кейс, когда у заказчика есть соццентр внешний, но к нему инциденты поступают в виде уведомлений с оповещением, но нет единого функционала, нет единой платформы, в рамках которой можно было бы автоматизировать работы по нейтрализации, по реагированию и расследованию инцидентов ИБ. Оборотная сторона отсутствия этой единой платформы – это полная невозможность предоставления доступа к IT-инфраструктуре соццентра для того, чтобы смотреть, что происходит на территории компании. То есть как-то не парадоксально. Почему? Потому что у соццентра есть свои, скажем так, ряд других заказчиков, есть своя конфиденциальная информация. Тот же самый метод, подход, он зеркальный, и зачастую компании не предоставляют полный доступ к своей IT-инфраструктуре для внешних компаний. Что еще становится камнем преткновения? Это, собственно, со стороны компании невозможность наблюдать за всей прозрачностью работ в процессе реагирования и расследования инцидентов информационной безопасности. Таким образом, как возможное решение, мы рекомендуем, практикуем уже развертывать IRP, функционал IRP. Ну, я думаю, это достаточно уже известный термин, если его расшифровать – incident response platform на территории заказчика, на территории компании. Мы предоставляем его по клиентной схеме, соответственно. Здесь бы я хотел особо отметить, что в части интеграции с IT-инфраструктурой компании мы также используем систему оркестрации. О ней я расскажу немножко поподробнее на следующих слайдах. А также достаточно сейчас уже укоренившийся термин, укоренившийся, скажем так, сленг – возможность реализации сквозных сценариев реагирования на инциденты информационной безопасности. На слайде у вас представлена архитектура решения, скажем так, функционал IRP и все, что связано с предоставлением в багаже с IRP, они обозначены красной линией. Как вы видите на экране, коллеги, я отдельно обозначил оркестрацию и отдельно обозначил, скажем так, те линии, которые ведут в сторону оркестрации. Почему мы используем эту систему? Эта система зачастую администрируется IT-администраторами компании. В нашем IRP нет полных прав доступа к IT-инфраструктуре. Почему? Ну, потому что ее нет. Мы сделали это специально и нарочно для того, чтобы не вызывать определенного рода аллергию или неприязнь со стороны IT-администраторов, со стороны представителей IT-дирекции. Мы стараемся соблюдать принцип сервисной изолированности. Таким образом, через внешнюю систему, систему оркестрации, есть возможность получить тот необходимый набор прав доступа и ролей для того, чтобы реализовать в последующем те или иные сценарии реагирования на типовые инциденты. То есть попросту мы согласовываем сценарии, согласуем, какие нам необходимо выполнить действия по реагированию и расследованию на инциденты ИБ, и затем их реализовывать уже в достаточно оперативном и быстром исполнении. Для чего служит сам оркестрация? Возможность запустить удаленно тот или иной скрипт. Как это происходит? Моделируем ситуацию, что компания располагается не только где-то на территории Москвы, либо Московской области, где-то в регионе, а берем, масштабируем. Компания достаточно большая, известная. У нее есть сеть филиалов, сеть территориальных подразделений по всей России. Как быть в данном случае? Как реагировать достаточно быстро из центра, из Москвы, из генеральной дирекции по ряду своих территориальных подразделений? Для этого как раз-таки один из козырей, ну не то чтобы козырей, один из способов быстро реагировать на инциденты, как раз-таки применяется система оркестрации. Система оркестрации, она применяется уже поверх согласованных сценариев реагирования на инциденты информационной безопасности. Почему мы рекомендуем все-таки создавать эти сценарии? Ну, как бы опять-таки не секрет, что зачастую в расследовании и в реагировании могут участвовать, опять-таки, да, и специфики каждой компании могут участвовать специалисты из различных подразделений. В данном случае те сценарии на типовые инциденты, они позволяют все-таки прийти к какому-то знаменателю общему и уже реализовывать те действия, которые необходимы достаточно быстро. Говоря о преимуществах, как я уже сказал буквально совсем недавно, соблюдение принципа сервисной изолированности, то есть мы не лезем в другие права доступа, не лезем с избыточными правами доступа к IT-инфраструктуре компании. Мы ровно занимаемся тем, насколько IT-администраторы компании предоставляют нам доступ в части реагирования и нейтрализации инцидентов. Помимо всего этого, если опять-таки смоделировать ситуацию на компанию, у которой есть сеть своих филиалов, своих площадок территориальных, возможно, что на этих площадках уже существует свои системы оркестрации. Соответственно, третий тезис на слайде, который вы видите, это возможность применить и данные системы оркестрации на площадках для того, чтобы разнести зону ответственности при реагировании на инциденты. Филиале номер один, филиале номер два и так далее. Также я бы хотел все-таки поподробнее остановиться, немного поподробнее остановиться на таком термине, как реализация сквозных сценариев. Если совсем коротко, при появлении инцидента SOC-центр сообщает своему заказчику, своей компании о том, что возник такой-то инцидент. С помощью именно единой платформы управления процессом обеспечения информационной безопасностью есть возможность порекомендовать сотрудникам компании запустить тот или иной скрипт, тот или иной сценарий реагирования на инциденты. В этом случае уже в процессе нейтрализации инцидента участвует как сторона SOC-центра, так и сторона заказчика, сторона компании. То есть здесь идет уже полный процесс вовлечения в процесс управления и обеспечения информационной безопасностью. Сквозной сценарий без использования IRP, без локальных инстансов. То есть вы видите, что информация из SOC-центра передается либо почтовым сообщениям, либо в IT-систему, информационную систему, сервис-деск. Соответственно, что дальше делать, зачастую у заказчиков возникают сомнения. Хотя, несмотря на то, что SOC-центр всегда дает рекомендации, что делать, куда тыкнуть и как достаточно быстро справиться с инцидентом. Что получает заказчик, что получает компания, когда есть свой локальный инстанс в виде арендованного IRP? Это все-таки возможность участвовать в процессе нейтрализации инцидента в рамках одной единой платформы. Мы со своей стороны IRP всегда связываем, производим логическую связку с IRP SOC-центра, филиальными подразделениями и так далее. Соответственно, цикл работ от начала и до конца, в момент нейтрализации инцидента, он делится следующим образом. Первую часть при обнаружении инцидента SOC-центр передает в сторону своей компании, своего заказчика. Часть работ заказчик выполняет сам на местах, то есть это, как обычно, подтверждение, локализация, нейтрализация инцидента. Ну и, конечно, восстановление, то есть ликвидация последствий инцидента информационной безопасности. Ну и уже конечный цикл работ направляется снова в сторону SOC-центра для того, чтобы SOC-центр мог закрыть этот инцидент, ну и также произвести набор там своих остальных действий, такие как наполнение базы и так далее, и так далее. Здесь на слайде представлена такая сводная таблица о том, какие есть распределения ролей между SOC-центром, нами как вендором и заказчиком. Если совсем коротко-коротко, то можно сказать здесь следующее. Предоставляется единая платформа управления взаимодействия и управления информационной безопасностью. С помощью различных коннекторов есть возможность наполнять CMDB-базу как на стороне SOC-центра, так и на стороне конечной компании для того, чтобы ее держать постоянно в актуальном состоянии. Ну и соответственно для тех компаний, которые являются субъектами Кии, у кого есть значимые объекты Кии и незначимые объекты Кии, возможность взаимодействовать напрямую с центром ГОСОК, а также финцертом для компаний, которые работают в банковской отрасли. Что в конечном счете получает сторона SOC, SOC-центра? Ну, в рамках единой платформы и наличия системы оркестрации с определенным набором прав доступа к IT-инфраструктуре для того, чтобы вносить те или иные изменения, получая, скажем так, некую оперативность на реакцию по нейтрализации инцидента. Это возможно создавать и реализовать некие такие сквозные сценарии, о которых я рассказал немного ранее. Ну и, собственно, в целом проводить, скажем так, контроль и координацию тех работ по выявленным инцидентам и по выявленным уязвимостям, которые также ведут к возникновению тех или иных угроз и инцидентов. Что получает сторона компании? Ну, в первую очередь, во главу угла, наверное, стоит поставить возможность обеспечения прозрачности работы при реагировании и расследовании инцидента информационной безопасности. Это наличие своего собственного инструмента именно благодаря системе оркестрации, а также возможность сохранения у себя такой вот ретроспективной информации для того, чтобы в последующем также ее продолжать наполнять и понимать, что было там условно год назад, два года назад и так далее. Безусловно, здесь же также ставим во главу угла то, что есть возможность в сервисном подходе, есть возможность обкатать свои сценарии, свои компетенции и попробовать вовлечь всех необходимых сотрудников компании в части управления и обеспечения информационной безопасности. Ну, собственно, коллеги, такой результирующий, резюмирующий слайд. В конечном счете, какие есть, какие могут быть полученные результаты. Помимо того, что при сервисном подходе отсутствует такой, знаете, эффект, неужели мне нужно платить и за SOC-центр отдельно, и за ARP свою для полноценного его создания и внедрения. Это вызывает немного шокирующий эффект у заказчиков, у компаний. В этом случае есть возможность без больших капитальных вложений брать в аренду ARP, повышать свои компетенции и зачастую участвовать в процессах управления и обеспечения информационной безопасности. Это возможность в рамках единой платформы сократить время реакции и время нейтрализации инцидентов. Ну и, соответственно, скажем так, возможность пересмотреть те или иные KPI, которые есть в тех или иных компаниях, в которых, может быть, и этих KPI еще нет, но, тем не менее, повысить эффективность борьбы с новыми угрозами информационной безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok